значит прошлый раз мы на чем остановились с вами мы доказывали непрерывность показательной функции я там немножко торопился и вот использовал вот это неравенство то есть прошлый раз при доказательстве непрерывности я просто акцентирую ваше внимание в прошлый раз при доказательстве непрерывности непрерывности а в степени x мы доказали мы использовали вот такое неравенство было использовано неравенство вернули в чем там тонкий момент который я немножко под ковер замел потому что торопился мы его использовали для любых а больше единички и для любого x по модулю не превосходящим единиц но чем здесь тонкий момент изначально неравенство вернули было доказано для каких чисел вот такой форме неравенство беру для так для каких иксов был доказан только для рациональных окей то есть здесь на самом деле в чем я вас чуть-чуть обманул то что я его сразу для вещественных использовал почему это можно делать потому что на самом деле она была доказана для рациональных было доказано для рациональных для рациональных x от минус 1 до 1 но мы же с вами определили что такое а в степени x когда x и рационально с помощью предельного перехода по рациональным и там было все честно там я это неравенство не использовал но так раз я его как мне его теперь доказать а я просто скажу что для рациональных мы это знаем и дальше мы перейдем в пределу то есть возьмем по произвольной последовательности рациональных да то есть чтобы доказать это неравенство чтобы доказать это неравенство для произвольных вещественных x ну или для произвольных действительных кому как больше нравится нужно для любого x взять произвольную рациональную последовательность нужно для любого x из минус 1 до 1 взять рациональную последовательность р.н. какую-то ходящуюся и записать для нее вот это неравенство да то есть для рациональных то неравенство это верно а в степени р.н. минус 1 по модулю записываем не превосходит два модуля р.н. на а минус 1 даже это верно для всех и натуральных то есть я взял последовательность рациональных на интервале да конечно же я беру на интервале от минус 1 до 1 последовательность рациональных которая сходится иксу почему такая последовательность для любого x найдется ну это честно говоря я вам конечно не доказывал поскольку у нас с вами вещественные числа были очень конспективные я вам сказал что из-за нехватки времени то есть это тот случай когда вам нужно просто мне на веру поверить что любая точка может быть аппроксимирована последовательность рациональных чисел хотя на самом деле такой как бы набросок доказательства я вам давал когда мы помните проходили что на любом отрезке есть как рациональная . так и иррационально на самом деле этого достаточно чтобы вот этот факт установить ну так вот еще раз значит для рациональных это верно и дальше я перехожу к предельному переходу в неравенстве правда же ну то есть если у меня есть предел а в степени р.н. который по определению а в степени x тогда же у меня есть пределы вот этой штуки и тогда есть предел от модуля от нее правда же а здесь и р.н. будет стремиться к x поэтому вы просто переходите к пределу в обеих частях неравенства окей переходя к пределу в этом неравенстве пределу в этом неравенстве получаем вот это неравенство звездочка давайте его звездочка это неравенство бернули для всех вещественных x то есть еще раз для тех кто только пришел я говорю что в конце прошлой лекции который была две недели назад я вам поскольку поторопился я использовал вот это неравенство для всех вещественных x а на самом деле она была доказана для всех рациональных x но поскольку мы с вами знаем что такое в степени x для x иррационального то я сначала беру аппроксимирующую последовательность израционально для нее записываю то неравенство потом перехожу к пределу в обеих частях неравенства и все тогда оказывается верным для любого x от минус 1 до 1 до любого а больше единицы все это что касается прошлой лекции то есть я должок свой вернул то есть теперь все честно у нас нигде дырок нет в доказательстве теперь поехали свойства показательной функции что мы еще использовали с вами при доказательстве при доказательстве непрерывности я сказал что потом это докажем ну во первых что а в степени x у нас положительно давайте мы это докажем давайте свойства показательной функции свойства показательной функции ну свойства номер один а в степени x монотонно строго возрастает ну давайте просто строго возрастает строго возрастает при а больше единицы на всей числовой прямой строго возрастает да и строго убывает и строго убывает при а меньше единицы и больше нуля окей второе свойство а в степени x на а в степень да давайте лучше так из 2 сразу будет следовать что а в степени x больше нуля для всех x из r вот это напишем третье свойство свойство что а в степени x ежели я возьму помножено в степени y это будет а в какой степени x плюс y так точно это верно для любого а больше нуля для для всех x и грек из r для всех x и грек из r это третье свойство четвертое свойство если я возьму а в степени x а потом возведу y чего это будет а x и грек да а в степени y это верно для любого а больше нуля для любых x и грек из r отлично да конечно конечно ну а какое мы показательную функцию ввели с вами только для положительных в принципе я бы мог этого не писать это само чтобы разумеется но значит для полноты картины пишем значит пятое свойство какое если я возьму скажем там я не знаю bc степени x да то это у меня будет b в степени x на c в степени x для всех bc больше нуля для любого x из r ну и шестое свойство непрерывность мы с вами доказали значит а в степени x непрерывно на все числа в прямой непрерывно на r для любого а больше нуля вот шестое мы доказали используя используя второе то есть на самом деле я там использовал второе но давайте я вам докажу второе второе мы докажем используя первое вот здесь никакого логического порочного круга не будет потому что шестое она особняком стоит то есть вот в этих первых пяти свойствах непрерывность никак не нужна на самом деле поэтому давайте их последовательно докажем 1 2 3 4 5 там никак непрерывность не используется используется только определение ну поехали почему у меня а в степени x строго возрастать что я сделаю я возьму x меньше чем у игре поехали доказывать первое свойство берем x меньше чем y это произвольные числа если их меньше чем игрек я всегда могу найти два рациональных которые между ними зажат паеку да значит существует п больше либо равный x и q меньше либо равный y такие что такие что у меня будет x меньше либо равно ну на самом деле даже строго можно меньше можно даже строго ну понятно да то есть если есть зазор какой-то между вещественными числами я всегда могу вставить туда парочку рациональных для которых это выполнить окей дальше что я сделаю возьмем последовательность rn штрих которая стремится к x при n стремящемся к бесконечности и при этом x меньше либо равно rn штрих меньше либо равно p для всех n натураль то есть я могу всегда такую последовательность рациональных взять да да она рациональная значит rn штрих это рациональная последовательность что меньше либо равно какая разница вдруг x рациональный оказался что не знаю не страшно значит дальше я беру rn 2 штриха опять же из q такой чтобы он стремился к игреку rn 2 штриха стремится к игрек при на стремящемся к бесконечности при этом чтобы он находился вот на том отрезочке откуда y то есть rn штрих у меня болтается между q и y для всех n натурально ну и все собственно говоря смотрите что я дальше дальше делаю пользуясь монотонностью экспоненты ну то есть показательной функции по рациональным точкам она же у меня есть да это вам из школы известно значит пользуясь свойством свойством монотонности а в степени r по r принадлежащим q да ну я рассматриваю случай давайте а больше единицы рассматриваем случай а больше единицы потому что а от нуля до единицы она аналогична а от нуля до единицы аналогична ну с помощью вот этой замены как мы с вами делали потому что если а от нуля до единицы то как его можно резать реализовать как один поделить на 1 на а в степени понятно значит пользуясь свойством монотонности а в степени r по r что я получаю тогда что у меня смотрите а в степени и это есть по определению кто это же есть предел любой последовательности а в степени r n правда же значит частности для моей rn штрих мы с вами доказывали что определение корректно не зависит от выбора аппроксимирующей последовательности значит я беру любую аппроксимирующую последовательность значит частности мне вот сейчас хочется взять вот такую аппроксимирующую последовательность и у меня а в степени x равно вот этому правда же а а в степени y у меня равно чему пределу соответственно а в степени rn 2 штриха при n стремящемся к бесконечности а для любого n пользуюсь монотонностью что я получаю смотрите а в степени rn штрих меньше либо равен кого а в степени p правда же потому что как я по и q выбрал смотрите а в степени p строго меньше чем а в степени q а в степени q меньше либо равен а в степени rn 2 штриха окей и это верно для всех и натуральных потому что я так выбрал rn штриха rn 2 штриха я их так выбрал и воспользовался монотонностью а в степени r по рациональным ну а дальше я перейду к пределу вот в этом неравенстве а потом перейду к пределу вот в этом неравенстве не строгие неравенство предельный переход не портит как я надеюсь вы уже понимаете да значит что тогда получится после предельного перехода давайте мы давайте мы здесь это напишем переходя к пределу переходя к пределу в неравенство в неравенство и используя то что у меня вот это вот да кто такое автопе никто такое в степени грек что мы получим тогда получим что а в степени x меньше либо равен а в степени p и при этом а в степени y наоборот больше либо равен чем а в степени q согласны Это мы за счет предельного перехода в неравенствах достигаем. Ну и всё. А в степени П, он-то строго меньше, чем А в степени Q. Значит, отсюда получается, что А в степени Х меньше либо равен А в степени П. Он строго меньше, чем А в степени Q. А он меньше либо равен А в степени У. Значит, получилось строгое неравенство. Это я всё доказываю, когда А больше 1. Мы с вами договорились, рассматриваем случай А больше 1. Потому что А от нуля до единички может быть к нему редуцирован. хорошо это что касаемо ситуации с пунктом 1 пункт 2 почему а в степени x больше нуля при всех x а отсюда элементарно это сразу следует давайте докажем пункт 2 по и кью рациональный конечно а че я не написал что ли я не написал шапы кью рациональный ой ссори ссори по и кью конечно рациональные конечно они рациональны я извиняюсь существует п рациональная п рациональная кью рациональную пик его обязательно рациональный вот хорошо значит по пункту второму почему а в степени x больше нуля ну что я делаю пусть x у меня произвольно число пусть x из r я возьму тогда я возьму какую-то рациональную точку которая опять же раз рассмотрим случай а больше единиц рассмотрим случай а больше единицы потому что случае а от 0 до единицы рассматривается аналогично значит пусть x у меня какая-то точка я всегда найдем найду какое-то п рациональное такое что п у меня меньше либо равен x правда же но тогда в силу строгой монотонности чего я получаю что я же знаю что для рациональных чисел у меня а в степени п будет строго больше нуля для любого рационального числа а в силу монотонности у меня получается эта штука меньше либо равна а в степени x но и все понятно да теперь третье свойство смотрим почему работает вот это бяка 3 фиксируем произвольные x y из r значит пусть x y произвольные вещественные числа я возьму опять аппроксимирующие последовательности р н штрих р н 2 штриха значит пусть р н штрих рациональная последовательность сходящиеся к иксу ну а р н 2 штриха соответственно пусть у меня будет тоже рациональная последовательность но сходящиеся уже к игреку р н 2 штриха стремится к игреку при н стремящемся бесконечности ну и что я делаю для рациональных у меня это свойство известно из школы правда же то есть я знаю что у меня а в степени р н штрих умножить на а в степени р н 2 штриха и то есть а в степени р н штрих а в степени р н штрих плюс р н 2 штриха это верно для всех и натуральных правда же ну а теперь я говорю те же самые слова перейдем к пределу если у меня р н штрих стремился к х р н 2 штриха стремился к игреку-трон штрих плюс рН 2 штриха куда кx плюс игрre ку значит в результате я перехожу к пределу в равенстве до то есть вот этот предел существует вот этот предел существует значит существует предел произведения равный произведению пределов Значит, я перехожу к пределу, переходя к пределу в равенстве, получим чего? По определению степени a в степени x, это как раз и будет a в степени x на a в степени y будет равно a в степени x плюс y. А x и y я взял произвольные, да, произвольные, значит, для любых это верно, x и y. Хорошо, давайте дальше поедем. Более интересное свойство 4. Для рациональных оно доказано, я считаю. По и ку рациональный, рен штрих рациональный, рен 2 штриха рациональный. Я считаю, что оно известно из школы монотонности a в степени r по r рациональным. Я бы, конечно, мог это повторить, но это немножко нас уведет от основного предмета исследования. Значит, кто в это не верит для рациональных, я говорил уже, берете вот замечательная книжка, там несколько авторов, Александров, Хинчин, Маркушевич, там еще кто-то, я не помню, энциклопедия элементарной математики называется. Находите там степень с вещественным показателем, и там вам будет все и про рациональные подробно написано, и про иррациональные, в том числе то, что я сейчас рассказываю, там тоже это есть. Очень хорошая книжка, писали крайне умные люди, поэтому всем всячески рекомендую. Если у вас есть какие-то пробелы, особенно в школьной математике, допустим, не все же в физмат-школах учились, да, если вы учились в обычной школе, то есть я вам рекомендую полистывать эту книжку, энциклопедия. То есть там элементарные, конечно, в кавычках надо взять, хоть она и называется энциклопедия элементарной математики, но там далеко не элементарная математика. То есть имеется в виду, ну, как бы элементарная по сравнению с современной. Вот, но в принципе там достаточно глубокие вещи. Хорошо, значит, ехаем дальше. Свойства number 4. Это про что у нас было? То есть фиксируем произвольные, фиксируем произвольные x и y, вещественные. Я хочу установить, что а в степени x в степени y равно а в степени x и y. Вот тут нужно поступать чуть-чуть хитрее. Я возьму для x две аппроксимирующие последовательности. Значит, для x мы сделаем вот такой финт ушами. То есть я сначала возьму rn штрих, которые больше либо равны x, но к нему стремятся сверху. То есть вот эта стрелочка, что она означает? Я иногда буду вот так вот писать, что означает эта запись. Это означает, что rn штрих монотонно убывает к x. Понятно, да? Давайте договоримся использовать вот такое обозначение. То есть последовательность, я расшифрую, монотонно убывает к x. И еще я буду использовать вот такую штуку. rn штриха, она наоборот монотонно растет к x. Значит, последовательность монотонно возрастает. Может быть, не строго, мне это не важно. Но главное, что она не убывает и к x стремится. Монотонно возрастает к x. А для y я сделаю то же самое, только я там возьму последовательность rn штрих и rn2 штриха. То есть у меня будет rn штрих, которая бежит вниз к y, при n стремящемся к бесконечности. И у меня будет rn2 штриха, которая бежит вверх к y, при n стремящемся к бесконечности. Теперь я попользуюсь монотонностью, которая уже доказана. Ну, поехали. Значит, что мы делаем с вами? Что мы с вами будем делать? Тран-то-тран-то-тран. Ну, поехали. Значит, а степени чего я хочу сделать? Самую меньшую оттуда, значит, rn2 штриха. А здесь я возведу в степень ρn штрих. Окей? Что я про нее знаю? Что она меньше либо равна, чего у меня будет? a в степени x в степени ρn штрих. А это будет меньше либо равна a в степени x в степени y. Окей? Вот. А дальше я скажу, ну, хорошо, но a это можно как оценить? Это можно оценить тем, что у меня a в степени rn штрих на y меньше либо равно a в степени rn штрих. А здесь нужно взять... Сейчас, подождите. rn штрих, да, ρn штрих. Чего у меня первый? А, да, тут я, наверное, не прав, да? То есть тут вы иметь в виду здесь штришок добавить, да? Убрать... Почему убрать? Вот так, да, наверное? Вот так. Во! Во! Значит, что мы с вами получили, да? То есть мы получили вот такую штуку. Ну да, ну да, ну да. Значит, давайте теперь аккуратно с этим работать. Ну да, а вот эта штука, она равна чему? Она равна a в степени rn штрих, 2 штриха, ρn 2 штриха, да? Вот. Вот оно чего? Вот оно чего, да? А, ну да, ну да, правильно. Все, все, все нормально. Здесь все нормально. Вот так вот, а это равно вот так. Все, теперь все хорошо. Значит, что мы видим? За счет вот таких финтов ушами и монотонности, которые мы уже доказали на предыдущих шагах, мы получаем в итоге такой замечательный факт. Значит, в итоге, если всю эту цепочку теперь упростить, ну, то есть отобрать то, что мне нужно. Мне что нужно? Вот это, мне нужно вот это, и мне нужно вот это, на самом-то деле. И в итоге у меня получится, что a в степени rn 2 штриха, ρn 2 штриха, не превосходит a в степени x, все это в степени y, а это не превосходит a в степени rn штрих, ρn штрих. Все, чудесно. Ну, а теперь смотрите, ρn 2 штриха на rn 2 штриха, а на куды в x, y, правда же? Переходим к пределу в этих двух неравенствах. Переходим к пределу, при n стремящемся к бесконечности, в этих двух неравенствах. в этих двух неравенствах. Что мы получим? Получится, что вот эта штука куда бежит? a в степени x, y, правда же? При n стремящемся к бесконечности. А эта штука куда бежит? Туда же. Ну, и я вас поздравляю. То есть получается, что отсюда следует a в степени x, y, не превосходит a в степени x, все это в степени y, а это не превосходит a в степени x, y. Отсюда вывод, что они равны. Что и требовалось? Вопросы? Ну и вот это свойство, оно совсем простое, оно тоже предельным переходом также доказывается. Давайте я не буду тратить время. Ну, если угодно, то же самое делайте. берете x, приближаете какой-то rn штрих, для rn штрих это верно, вы раскидаете сюда-сюда и предельным переходом получите. То же самое. Ну, а непрерывность мы с вами доказали. Все. Тем самым все свойства замечательные, а в степени x у меня есть. значит, это свойства, ну, давайте, пятое свойство, значит, берем rn штрих, ну, просто rn даже, просто rn, лежащая в q, rn у меня стремится к x, при n стремящемся к бесконечности, тогда отсюда у меня будет следовать, что bc в степени x есть предел, bc в степени rn, при n стремящемся к бесконечности, а для каждого n вы можете это раскидать, то есть это b в степени rn, на c в степени rn, при n стремящемся к бесконечности, ну, а здесь предел произведения равен произведению пределов, да, потому что они существуют по определению нашей степени с веществом катастрофе, то есть это есть произведение вот этих вот пределов, c в степени rn, при n стремящемся к бесконечности, а это то, что нужно, это есть b в степени x на c в степени x какой шум идет кто-то разговаривает вот в том углу вот это раздражает поэтому давайте ребят если есть вопрос конкретный я вас попрошу задать вот если нет если я не говорю каждый раз от не значит я не слышу что вы говорите я слышу но просто не хочется лекцию прерывать постоянно так а где швабра кто-нибудь знает где швабра ага да 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 отлично очень хорошо давайте мы принесем да потому что здесь уже чет какая-то живопись уже пошла измело ну значит понятно да по этим свойствам короче здесь это на самом деле с моей точки зрения одна из самых скучных тем вот это в степени x сейчас еще логарифм быстро проскочим и пойдем к чему-то чуть более интересному с другой стороны нужно это рассказывать потому что все таки функция очень важная показательная это знаете мне рассказывали сказать люди которые на стеке работали давно-давно много-много лет назад когда не то что вас и меня в проекте не было вот и тогда еще когда ландау работал его конечно бесил такой стиль преподаванием от анализа ну что это такое но сразу там есть степени x это же ряд просто там да все написали поехали работать что вот это занудство это какой-то предел сначала и определять потом это самый но его пытались убедить что как бы так не надо радикально в общем есть разные мнения насчет математики преподавания но обычно те кто так рассуждает заканчивается тем что математику то они не знают как раз они считают что они знают но на самом деле они не знают потому что они знают пока работает область применимости их физических границ то есть пока физическая интуиция позволяет нивелировать математические ошибки грубо говоря но потом у них возникает какой-то эффект что что-то там у них тысяч бычь не сошлось они а это новый физический эффект появился да то есть вот это так тогда тогда нужно нам тогда нужно теорию подстраивают ага здесь оказывается надо какие-то особенности у функции учесть а до этого было все бесконечно гладко всегда а тут нет все таки бывает иногда вот фазовый переход лапа вот понимаете поэтому аккуратно надо быть в любом случае даже если вам кажется что все прозрачно все понятно да нужно step by step двигаться но это я к чему просто что стирал пока сохнет надо занять чем вот хорошо значит с экспонента разобрались да ну собственно е в степени x понятно что такое то когда вы вместо оставить его то самое е да то это называется функция экспонента функция экспонента ну или экспоненциальная функция что то же самое вот а теперь логарифм собственно говоря логарифмическая функция ну на что мы с вами увидели что если у меня а в степени x да почему в школе всегда область определения вы когда работали с а в степени x вам всегда писали а больше нуля а не равно единице да а больше нуля а не равно единиц для чего это делалось а потому что функция строго монотонно да если она если а больше единицы она строго растет если от нуля до единицы то она строго убывает и тогда у нее есть обратная функция которая называется логарифмом то есть определение получается что пусть у меня фиксировано число а которая больше нуля и не равно единице тогда обратная а в степени x существует существует и называется функции логарифм называется логарифмом логарифмом и записывается это вот так что лога читается как логарифмом икса по основанию а как она себя ведет но если а больше единички значит ну давайте сформулируем это как теорема теорема что у меня получается если а больше единички если а больше единички то лог а корректно определенная функция корректно определена возрастает строго строго возрастает и непрерывно на луче от нуля до плюс бесконечности а область значения и и а области ее значений есть все р есть но если же от нуля до единички то что тогда будет спадать что ну строго бывать она будет до блок а x строго бывает непрерывно на опять же на луче от нуля до плюс бесконечности и строго бывает непрерывно и область значений область значения опять же будет все и ну как у нас выглядит функция логарифм давайте вспомним если я беру больше единички то график у меня выглядит примерно вот так вот здесь идет чудовищный рост при больших иксах а здесь соответственно экстремально мощное убывание но если вы хотите построить логарифмический график что нужно сделать такой рецепт школьный отразить относительно биссектрисы которая проходит через первую третью четверть поэтому соответственно вас получается примерно такая вот картиночка да то здесь у вас идет очень сильное прижатие к вот этой оси такое же как здесь прижать а здесь соответственно поскольку идет дикий рост то есть вы как как будто больше вот сюда подходите к этой оси то у логарифма на наоборот получается крайне медленный рост крайне медленно то есть она растет но здесь не загибается конечно она она растет но очень медленно на бесконечность то есть она как бы так как на стильная траектория хорошо это в случае а больше единички но в случае от нуля до единички сами нарисуйте что там будет здесь соответственно мне пойдет вот так график до его надо будет переворачивать соответственно счете это докажем это действительно корректное определение доказательства доказательства так как а в степени x строго возрастает ну значит докажем при а больше единички докажем при а больше единички поскольку при а от нуля до единицы аналогично аналогично так как а в степени x строго возрастает строго возрастает и непрерывно то существует обратная к ней обратная к ней и только осталось понять где обратная функция определена ведь это же не очевидно почему логарифма именно такая область определения именно такая область значений откуда это следует это следует из нашей обобщенной теоремы о промежуточном значении и того что а в степени x у нее область значений значит а в степени x области значений это как раз луч от нуля до плюс бесконечности которые становятся областью определения уже для логарифма правда же почему это так но смотрите а в степени x вы же всегда можете сказать что он больше либо равен чего ну то есть что я хочу сказать что а в степени всегда больше либо равен вы же можете взять целую часть до неравенство вернули давайте вспомним если а больше единички да что здесь будет больше либо равно 1 плюс правда же на целую часть икса согласны целую часть икса это если x больше 0 x больше нуля ну и понятно что если вы возьмете там допустим а в степени n то это будет стремиться ну давайте хорошо давайте так сделать возьмем просто натуральный уж для простоты стремиться к плюс бесконечности при н стремящемся без к бесконечности а другой стороны a в степени минус н что это есть это будет один на of confident and и это меньше либо равно соответственно 1 на аOldN стремится к нулю при n стремяющемся к бесконечности то есть что это означает что инфимум а в степени x это 0 значит следовательно in a в степени x по всем x из r это 0 а суп а в степени x по всем x из r это плюс бесконечность ну а как у нас с вами формулировалась обобщенная теорема промежуточном значении что если функция непрерывно на интервале то тогда область ее значений как раз все весь интервал от и от инфа до супа был такой ну вот вот оно и есть ну а тогда логарифм определен где как раз на области значений на интервале тоже непрерывен в силу теоремы об обратной функции значит следовали силу теоремы об обратной функции лоб а и непрерывен строго возрастает на луче на луче от нуля до плюс бесконечности и принимает значение и ну точнее область значений область значений у него как раз р вот такие вот получаются дела вопросы ну соответственно давайте мы нарисуем случае а меньше единички как будет выглядеть вот так это если от нуля до единицы правда ну а логарифм как пойдет но логарифм пойдет вот так все с логарифмами а в степени ну и конечно же натуральный логарифм так называемая функция натурального логарифма который почему-то вот она вот природа так устроена что вот она чаще всего и встречается что логах по основанию е это по определению есть lmx вот так натуральный логарифм но в школе вам еще говорили что десятичные логарифмы бывают но бывают конечно используется в основном вот такая штука она наиболее полезны и удобны хорошо хорошо ну давайте свойства какие-нибудь я вас попытаюсь убедить что школьные свойства логарифмов они неспроста взяты я несколько я уж не буду все там эти свойства все таблицы эти выписывать просто покажу что как они доказывают с помощью определения логарифма хорошо ну свойства логарифмов давайте самые простейшие свойства логарифмов кобочках я напишу простейшие простейшие ну например такое свойство первое сколько это будет ну понятно я здесь не пишу ну хорошо давайте надавать ладно напишем чтобы каждый раз вот это занудство все-таки приходится писать они равно единиц понятно да почему они равно единиц потому что обратной функции не будет если у вас один степени x это просто константа но нет у нее обратный потому что у нее инъективность теряется то есть она все все x это брожает в одну точку если вы формально перевернете у вас будет многозначное отображение которое бах вот вам всю вертикальную прямой выдает как образ ну получается бред поэтому это опять за шороха что что вот вы что вас тревожит скажите пожалуйста вот куда как какая печаль душевная поделитесь со мной ну разве стоит скрывать это это же нужно доносить в мир понимаете но делиться этим наблюдением это правда значит ну давайте это докажем как как это доказывается по определению что что получается как логарифм связан то есть я могу сказать что x y это же есть а в степени лог а x y по определению по определению логарифма потому что это обратная функция к соответственно к экспоненте хорошо хорошо это с одной стороны а с другой стороны смотрите с другой стороны я могу сказать что а в степени лог а x до плюс лог а y до что это будет такое по нашим свойствам которые мы только что доказали это есть а лог а x есть и умножить на а лог а y то есть грубо говоря свойства логарифма проверяются путем переброски назад на экспоненту и свойств экспоненты правда ну а это есть что такое это по определению убираете а и зачеркивайте логарифм то есть это есть икс а а это тоже а это есть y и вот вы получили с одной стороны здесь x y с другой стороны получили здесь x y все значит равенство есть почему это равенство есть это выполнен для всех x y у меня все значения принимаются то есть у меня же а в степени x пробегает весь луч от 0 до плюс бесконечности правда же когда x и y у меня пробегает вещественную ось да то есть я взял произвольные то есть для фиксировали произвольные произвольные x y больше нуля и для них получили и для них получили хорошо есть есть теперь то есть из того что равны то есть что мы получили я хочу чтобы вы вот это понимали вот этот момент из того что у меня получилось а в степени лог а x y то есть что отсюда следует у меня получилось что это есть а лог а x плюс лог а y правда же отсюда следует что равны вот эти значения почему потому что у меня отображение она инъективно понимаете то есть если совпали значения из инъективности так как а в степени x инъективно инъективно то есть это инъективное отображение почему она инъективно потому что она строго монотонно и соответственно из совпадения значений следует совпадение аргументов лог а x y равен лог x плюс лог а y все замечательно какое еще мы можем интересное свойство ну например такое что если я возьму а больше нуля а не равно единице b больше нуля бы не равно единиц да и я перемножу лог а b на лог b а я получу 1 так точно откуда это следует но здесь такое же доказательство да то есть если я хочу что-то доказать для аргументов докажи это для обратной к логарифму функции то есть что я сделаю я просто скажу ага а давайте я возведу как бы в степень то есть возьму а лог а б на лог б а чего я получаю это есть по свойствам экспоненты это есть лог а б скобочка степень лог б а да это йог то есть это б лог б а по определению обратной функции и это еще раз йог получается что это а но а это что такое то есть а в первый понятно да значит из того что у меня совпали значения следует что обязаны совпасть аргументы на которых эти значения принимались все отсюда следует опять же в силу инъективности а в степени x это второе допустим свойства ну а третье свойство давайте такое докажем лог а в степени x в степени какой-то альфа да вот это есть да что такое степень альфа забыл сказать давайте сейчас это сразу скажем как как интерпретировать x в степени альфа на что это за зверь и в степени альфа ну кто такой степени н мы знаем кто такой x в рациональной мы знаем а функция x степени альфа определение пусть альфа это у меня какое-то вещественное число рассмотрим функцию рассмотрим функцию x степени альфа которая есть по определению е в степени альфа lm x при x больше нуля имею право да смотрите чтобы что про получается эта функция она какая она строго монотонна да ну и тут дальше в зависимости от альфа альфа отрицательный или положительный значит эта функция трога монотонна за исключением того случая когда альфа равно нулю за исключением случая потому что при альфа равно нулю получается констант она непрерывно непрерывно как композиция непрерывных функций потому что смотрите у меня логарифм непрерывно альфа непрерывно а дальше я беру от нее экспоненту это тоже непрерывная функция непрерывно на луче 0 плюс бесконечность как композиция непрерывных функций как композиция непрерывных функций ну и давайте если альфа больше либо равно нуля если альфа больше либо равно нуля такое замечание сделаем то x степени альфа можно рассматривать на замкнутом но замкнутом слева лучи то их степени альфа можно рассматривать на лучи от нуля до плюс бесконечности включительно полагая 0 в степени альфа равно нулю то есть я просто доопределю при альфа больше либо равном нуля при альфа отрицательным нельзя так делать мы так договорились с вами определим правило игры что мы по определению считаем 0 в степени альфа равно нулю я вам уже говорил что я как бы не сторонник вот этих споров вот есть особый класс людей они на ю тубе обычно пасутся которые любят развести демагогию из вот этого одной степени 0 это что и начинается то значит и они вот убеждают друг друга вот можно так можно сяк там вот я вот это вот не люблю здесь то то тот случай когда если угодно я продолжаю в ноль по непрерывности у вас же есть строгая монотонность согласны вот представьте себе что x положительный в нулевой степени это всегда единичка и вы ее сейчас это давать при альбу хорошо давать при альфа больше нуля чтобы чтобы уж никаких не возникало вопросов потому что если альфа взять нулю дата формально тогда в единицу это зашивать давайте альфа больше нуля хорошо но просто я вас предостерегаю что не надо вот эту голову забивать что такое там 0 в степени 0 и потому что это зависит от контекста чего вы хотите получить в той или иной задачи в данной задачи мы рассматриваем функцию вот при альфа больше нуля она строго растет да поэтому ее логично дошить в нуле нулем да значит я хотел в третьем свойстве лог а x альфа я утверждаю что то есть альфа лог а x степени альфа минус 1 это значит верно у меня при их с большим нуля а больше нуля а не равно единице и альфа любое альфа вещественно опять же как мы это доказываем ну то же самое поехали чтобы доказать ой сссори да ерунду это это я уже задумался про производные что нам надо сегодня успеть и у меня произошло смешение в голове да все верно значит значит возводим опять в эту штуку лог а x альфа и что это получается это у меня x в степени альфа окей с одной стороны с другой стороны а в степени альфа лог а x это я могу но в силу коммутативности умножения могу это записать вот так а потом поставить скобочки степени альф а дальше это йог да это будет x степени альфа то есть и к степени опять же получилось равенство равенство значений значит равный аргумент ну все значит с этим мы разобрались да теперь мы вооружены логарифмами то есть обратите внимание почему у вас семинаристы допустим пределы когда вычисляли вот несколько недель назад никто не использовал символы логарифма да или еще чего-то именно потому что пока что это не введено а вот теперь это введено и вы уже можете использовать логарифмы как хотите экспоненты ну поехали теперь у нас второй замечательный предел это опять же разряды разряды этих разговоров про 0 в степени 0 так можно знаете дойти до того что ей это один степени бесконечности надо вот такие вот но на самом деле как правило это просто неаккуратные предельные переходы то есть все вот эти неопределенности они возникают от такой вольной интерпретации предельного перехода если угодно хорошо второй замечательный предел он более сложный чем первый замечательный сразу скажу второй замечательный предел давайте мы начнем с простой леммы лемма пусть у меня n к то я произвольная посадь натуральных чисел пусть н к то я последовательность натуральных чисел имеющая пределом плюс бесконечность такая что существует предел н к т при к стремящемся к бесконечности равный плюс бесконечности тогда я утверждаю что существует предел к стремящемся к бесконечности 1 плюс 1 на н к степени н к равный сколько я конечно смотрите это бы лемма была бы совсем тривиально если бы н к была строго возрастающей а я этого не сказал я просто говорю что это последовательность бегущая плюс бесконечность она может быть не монотонна но бежит плюс бесконечно давайте это докажем значит что что мы знаем что по определению по определению числа е для любого эпсилон больше нуля у меня найдется номер зависящий от эпсилон такой что для всех н маленьких больше либо равных н от эпсилон выполнено что 1 плюс 1 на n степени н находится в эпсилон окрестности числа е правда но с другой стороны предел н к то плюс бесконечность значит начиная с кого-то номера вы перемахнете этот н от эпсилон так как предел н к того приказ стремящимся бесконечность и равен плюс бесконечности то найдется к зависящий от эпсилон такой что для всех к больше либо равных к от эпсилон у меня будет выполнено что н к т будет больше бы равна того самого и над эпсилон который существует здесь правда же то есть теперь вы мне берете вот этот н от эпсилон фиксируете и я по нему нахожу к конечно он будет зависеть от эпсилон потому что зависит от эпсилон что начиная с него вы перемахнете ну и все суммируем сказанное отсюда следует что для любого эпсилон больше нуля я беру вот этот к от эпсилон и получается что как только у меня к стала больше либо равно вот этого к от эпсилон тогда у меня н к больше либо равен от эпсилон а значит я попал в эпсилон окрестно что у меня выполнено 1 плюс м 1 на н к кепени н к принадлежит эпсилон окрестности числа е ну а это означает что предел существует вот этой штуки 1 плюс 1 на н к степени н к приказ стремящихся бесконечности который равен е вроде все просто вы видите плохо оттуда или чё вы там переговаривайтесь когда вы там девушка ведь плохо или чё нет но смотрите просто если чё вы сможете пересесть здесь места какие-то создать можно даже парты какие-нибудь притащить вот обычно когда я учился у нас строилась специальная такая вот цепочка из парт вот прям перед доской и вот народ любил присутствовать непосредственно так сказать в партере да вот самые блатные места вот ладно значит здесь все просто теперь делаем чуть чуть более сложный шаг переходим начинаем ближе подбираться собственно ко второму замечательному пределу а значит лемма существует предел правосторонний то есть когда x стремится к 0 плюс 0 1 плюс x степени 1 на x равный тоже е доказательство доказательства ну поехали значит возьмем произвольную какую-то последовательность возьмем последовательность гейны возьмем последовательность гейны в нуле ну которая справа бежит к нулю последовательность гейны в нуле какую-то x катую x катую то есть в нуле в нуле спа справа я в скобочках напишу до справа то есть то есть x катая стремится к нулю при к стремящемся к бесконечности и x катая строго больше нуля для всех к натурально но поскольку она стремится к нулю то начиная с некоторого номера она попадет в интервал 0 1 так как x катая стремится к плюс нулю при к стремящемся к бесконечности здесь даже плюс 0 можно поставить то отсюда следует что найдется какой-то к 0 натуральный начиная с которого у меня будет выполнено то x катая принадлежат интервалу 0 1 ну а коли так то тогда смотрите если x катая принадлежит интервал 0 1 то тогда отсюда следует что для всех к больше либо равных к 0 у меня найдется n катый натуральный такой что чего будет выполнено x катая попадет полуинтервальчик от nk до nk плюс 1 верно я всегда такой полуинтервал найду тари 1 на x катая значит x катая в минус 1 ну то есть если x катая мало от 0 до 1 то один на x катая велико и она всегда попадет в какой-то полуинтервал от 1 натурального числа до другого ну как бы ничего сложного нет но если так то давайте тогда на папу попишем неравенство такие с вот этими x катая что у меня произойдет поехали значит 1 плюс x катая в степени x катая точнее в степени 1 на x катая как-то можно реализовать это будет больше либо равен чем кто 1 плюс то есть если я хочу подпереть снизу значит это будет надо 1 на энка плюс 1 и все это в степени 1 на x катая если я снизу подпираю то энка ты согласны а сверху я это чем подопру соответственно 1 плюс 1 на энка ты то есть надо поделить на поменьше и возвести в степень до побольше до энка плюс 1 чудес чудес ну а теперь я утверждаю что это стремится к е при н стремящемся к бесконечности и это тоже почему это так но очень просто давайте смотреть как эту штуку можно переписать так точно к спасибо значит смотрите как это почему это так обосновываю переход почему в левой части предел е потому что 1 плюс 1 на н к плюс 1 еще раз будьте внимательны здесь не н с индексом к плюс 1 а н к все это плюс 1 значит степени н к как это можно реализовать это у меня будет 1 плюс 1 на н к плюс 1 и пенни н к плюс 1 да и поделить на 1 плюс 1 на н к плюс 1 согласно числитель куда бежит в е силу леммы который только что было а знаменатель бежит в единицу значит это стремится к е поделить на 1 приказ стремящемся к бесконечности по предыдущей лемме по предыдущей лемме ну и аналогичный здесь ход только здесь наоборот надо отщепить н к ту степень до и добавить еще одну скобку которая к единице стремится все значит здесь аналогично аналогично ну а дальше вы говорите коронную фразу в последовательность гейн это была выбрана произвольно и получается что мы для любой последовательности гейна установили вот такую штук значит поскольку предел покажи и по гейну эквивалентны в том числе и односторонний да то есть я вам строго говоря доказывал эквивалент предела пока шипа гейны не односторонних а сразу двусторонних но односторонних там тоже самое поэтому можете пользоваться еще раз пойм против города то есть если вы берете правосторонний предел по гейны и покажи они эквивалентны ну потому что и даже более того вы можете в произвольный взять произвольное множество произвольную предельную точку и брать предел по множеству по гейны и предел по множеству покажения тоже эквивалентны поэтому по моему я кстати это говорил вот но если не говорил запишите себя сейчас еще раз значит отсюда следует так как последовательность гейна была выбрана произвольно так как последствий гейны было произвольный то что и требовалось доказать понятно да ничего вроде сверхестественно сложного здесь как бы особо то и нет ну теперь едем дальше нам остался интересный случай когда у меня отрицательно все становится значит пусть теперь я беру левосторонний предел то есть по отрицательным иксом лема третье уже получается существует предел при их стремящемся 0 минус 0 1 плюс x степени 1 на x тоже равный е здесь нужно сделать достаточно такой хитрый ход смотрите я сделаю такую такую штуку возьму последовательность гейны да пусть опять x катая стремится к нулю приказ стремящемся к бесконечности x катая отрицательно x катая меньше нуля я хочу сделать вот такую вещь я рассмотрю y катая которая есть минус x катая на 1 плюс x катая тогда что у меня произойдет смотрите я утверждаю что 1 плюс x катая на 1 плюс y катая это у меня будет равно единички для всех к натурально давайте мы это проверим всем ли это очевидно окей хорошо а теперь тогда давайте мы подставим здесь главное нам не запутаться аккуратно посчитать что получится если я теперь это дело загружаю сюда то давайте смотреть 1 плюс x катая степени 1 на x катая господи давайте смотреть чем не получится да кстати отсюда так же следует что x катая это будет минус y катая на 1 плюс y катая нет не трудно это видеть значит подставляем то у меня будет будет здесь стоять там не будет здесь стоять у меня будет здесь стоять один плюс y катая в минус первой степени согласно и все это в степени 1 на x катая 1 на x катая это кто у меня такой будет 1 на x катая это будет давайте подставим минус 1 плюс y катая до поделить на чего там y катая до следите за за действием рук что называется то была ловкость рук и никакого мошенничества вот минус и уходят силу свойств степени с показателем который мы с вами только что доказали то что у меня получится один плюс игре к а здесь минусы почекаются значит это будет 1 на y к плюс 1 а теперь ключевое наблюдение которое в чем состоит смотрите господа я хочу чтобы у меня x катая как да если игре к ты ссори если x катая мне отрицательные то игре к ты у меня как вы понимаете положительные да и если у меня x катая бежит к нулю слева то игре к ты как бежит к нулю справа значит я редуцировал задачу к вот этой задачи когда у меня игре к то бежалок нулю справа но здесь правда еще есть единичка ну и что это есть у меня один плюс игре к то я степени 1 на игре к то я и умножить на 1 плюс игре к то я да ну и все это я знаю к чему стремится стремится к е при к стремящемся к бесконечности а это стремится к единице при к стремящимся к стремящимся бесконечности но здесь на самом деле можно было бы сделать необязательно через последствия на можно было бы сразу взять просто эту непрерывную замену переменной то есть x и y сразу но значит отсюда получается что существует предел единичка плюс x кат и степени 1 на x кат и при к стремящемся бесконечности равные все чудесно но отсюда следует что существует левосторонний предел следовательно существует предел 1 плюс x степени 1 на x при x стремящемся к 0 минус 0 равные ну и все теперь уже полноценно можем сказать что теперь объявить второй замечательный предел значит следствие до смысле так как ну так я шик не свел я свел к предыдущей лиме правда же вы как хотите по аналогии брать отрицательные целые туда угонять ну можно наверное но зачем если можно редукцию сделать потому что мы уже сделали да то есть принципе такая как бы не сложная замена переменной возвращает вас просто предыдущую ситуацию ну значит получается что следствие следствие существует предел уже не односторонние обычный x стремящемся к 0 1 плюс x степени 1 на x равный е и этот предел и называется второй замечательный он у вас в экзаменационную программу конечно же войдет второй замечательный предел хорошо чем он прекрасен ну от нее из него сразу вытекают очень полезные асимптотические соотношения сейчас мы с вами их увидим может быть вам на семинарских занятиях уже такую штуку рассказывали ну тогда я повторюсь ничего страшного пример пример 1 я хочу посчитать вот такой предел сколько было на семинарах такое сколько это правда как мы это доказываем силу свойств логарифма давайте заметим что здесь конечно имеется ввиду кикс к плюс нулю стремится да ну а нет ссоре здесь 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 один плюс x нормально да здесь мы что делаем в силу свойств логарифма лн 1 плюс x поделить на x это сколько будет ну чё тормозим господа это будет логарифм 1 плюс x степени 1 на x собственно говоря окей теперь я говорю рассмотрим функцию y от x которая равна 1 плюс x степени 1 на x она определена при x в малой окрестности нуля да корректно корректно определена в некоторой проколотой окрестности нуля в некоторой проколотой окрестности нуля и существует предел как мы только что доказали y от x при x, стремящемся к нулю, равной e. А функция ln y непрерывна на всей числовой прямой. Непрерывна на r. В частности, она непрерывна в точке e. В частности, непрерывна в точке e. И если вы вспомните, я специально делал вам две теоремы о замене переменной при вычислении пределов. Какая была первая теорема? Что внутренняя функция не попадает в выколотую точку области определения внешней функции. Было такое? А второе, я говорил, что если на это забить, то тогда надо требовать, чтобы внешняя функция была непрерывна в этой точке. Вот у нас как раз та ситуация вторая. То есть, внешняя функция логарифма непрерывна. Поэтому мне наплевать, y от x попадет в e или не попадет. По теореме о замене переменной при вычислении предела, у меня получается, что вот эта функция есть сложная функция. То есть, композиция ln от y от x. То есть, вот эта вот штука, это равно ln от y от x. Значит, по теореме о замене переменной при вычислении предела существует предел ln от x при x, стремящемся к нулю, равный чему? Ну, как заменяется переменной? Я смотрю, куда y от x стремится к e. Значит, заменяю на y, стремящемся к e. Это предел при y, стремящемся к e. ln. То есть, делаю это из зависимой переменной, делаю независимой. Ну, вот как, если кто умеет, интегралы считает неопределенные. То есть, то же самое, перешли к этой штуке, а это есть 1. Это есть ln, e, а это есть 1. То есть, в силу непрерывности логарифма. Хорошо, это первый пример. Теперь второй пример, тоже интересный. Пример 2. Я задам с таким вопросом. А предел вот такой штуки, чему равен? e в степени x вычитаю 1, делю на x. Так точно? А что остальные молчат? У вас этого не было? Плохо. Это плохо. Должно быть, должно быть это на семинарах. Значит, смотрите. Вот такая вот штука равна 1. Доказательство. Что я сделаю? Давайте я замечу такую штуку, что y от x я назову вот этой функцией e в степени x минус 1. Тогда кто такой x? Тогда x это есть 1 минус y от x и от него логарифм. Ага. И что же это нам напоминает? Что только что было, да? Тогда e в степени x минус 1 поделить на x можно реализовать как y от x поделить на ln 1 плюс y от x. Значит, смотрите. Так как e в степени x строго растет, строго растет, то e в степени x минус 1 тоже. Следовательно, отображение инъективно. y от x инъекция. Ну, а тогда y от x получается никогда не равно нулю, если x не равно нулю. Следовательно, если x не равно нулю, то y от x не равно нулю. Ну, а мы по проколотой окрестности работаем. Предел, когда берем. Поэтому получается, следовательно, для любого x из проколотой какой-то дельта окрестности нуля, у меня выполнено, что y от x не равно нулю. Следовательно, можно опять воспользоваться теоремой о замене переменных при вычислении предела. Следовательно, по теореме о замене переменной при вычислении предела. При вычислении пределов. У меня существует тогда предел. Ой, господи, еще там получается y от x делить на 1 плюс логарифм 1 плюс y от x при x, стремящемся к нулю. И вот я заменяю переменные. И получается, что тогда это есть предел. При y, уже стремящемся к нулю, y на логарифм 1 плюс y. Ну, а это есть что? Это есть обратный, ну, в смысле, не обратный, а единичка делить на вот этот. А это есть единица. Значит, это получается единица. Все. Замечательно. Все, что касается второго замечательного предела, разобрали. Теперь переходим к очень важной теме. И потом пойдем к производным. Тема называется эквивалентность функций. Всякие там о маленькие, о большие. Вот эту тему, которая сейчас будет, я изложу немножко не так, как стандартная книжка. Ну, то есть, по смыслу тот, кто понимает, что происходит, вы поймете, что это то же самое. Но запись будет немножко другая. Почему? Потому что я считаю, что так правильно. Вот. Что в файлик, а там отличия минимальные, я прокомментирую. Они не концептуальны. Ну, то есть, там чуть-чуть, ну, как бы я для красоты поправлю, если угодно. Потому что там во многих местах надо искусственно требовать, что одна из функций не равна нулю. А это не нужно, если чуть по-другому записать. По-моему, вот в книжке Кудрявцева так сделано. Да. Если мне память не изменяет, по-моему, у него так. Вот как я сейчас буду рассказывать. Но поскольку я вам вас предостерегал не читать книжку Кудрявцева, потому что там предельный переход по-другому определен. То просто, ну, как бы еще раз, можете учить по стандартным книжкам, но, как бы, те, кто сегодня присутствует, ну, вы запишите, и все, у вас будет свой конспект, чего вам файл-то. Это когда я что-то уж там, того, что где-то сложно найти, тогда, да, тогда файл нужен. А так это просто поправка не очень такая большая. Ну, ладно. Значит, эквивалентность функций. Эквивалентность. Это новый параграф. Давайте начнем с такого определения. Пусть у меня в некоторой проколотой окрестности есть две функции. Окей. Ну, понятно, x0 какая-то точка. Вообще говоря, вы можете даже считать, что x0 это элемент из R с чертой. Вот. Определены в какой-то проколотой окрестности у вас две функции. И мы будем говорить, будем говорить, что f эквивалентно, ну, записывать вот так, f от x, g от x при x, стремящемся к x0. Если существует... Вот здесь я сейчас объясню, в чем отличие моего подхода. Значит, если существует функция θ, определенная в проколотой дельта 0 окрестности точки x0, принимающая числовые значения, такая, что первое, предел θ от x при x, стремящемся к x0, равен единице. Второе, f от x равно θ умножить на g для всех x из этой проколотой окрестности. На первый взгляд выглядит сложно. Как в большинстве книг написано? В большинстве книг написано f от x эквивалентно g от x при x, стремящемся к x0, если существует предел частного, равен единице. Окей. Это во всех книжках так написано. Но тогда будьте добры требовать, что g не равно нулю. А зачем мне это надо, если я просто говорю, что f от x отличается от g от x на поправку? То есть, что здесь, по сути дела, написано? Ведь это же то же самое. Что значит, что предел частного равен единице? Значит, в малой окрестности это отношение близко к единице. Что значит близко? Ну, это же функция какая-то, дробь. То есть, мое определение, оно более гибкое. Потому что из вот этого определения мое следует. А мое чуть более широкое, потому что я разрешаю функциям f и g где-то в ноль обратиться. Понятно, что я сказал? Но смысл вот такой. Если хотите запомнить просто, помните, что предел дроби единички. И все. А аккуратное определение такое. Что отсюда сразу следует? Почему используется вот этот значок эквивалентности? А это действительно отношение эквивалентности? То есть, давайте увидим, что вот такое определение дает отношение эквивалентности на множестве функций, определенных в некоторой проколотой окрестности. То есть вот такая штука, действительно отношение эквивалентности на множестве функций, заданных в проколотой дельта 0 окрестности точки Х0. Почему? Потому что выполнены все условия определения отношения к эквивалентности. Знаете, что такое отношение к эквивалентности на множестве? Что это такое? Первое, рефлексивность. Что такое рефлексия? Что такое рефлексия? Reflection – это отражение, правда же? То есть отражение на себя. Что означает, что вы рефлексируете? Это значит, что вы размышляете сами над собой. То есть дословно философия рефлексии – это мысль о мысли. То есть рефлексия, оно само на себя должно откликаться. То есть ф эквивалентно самой себе. Ф от х эквивалентно ф от х при х, стремящемся к х0. Ну действительно, в этом случае существует тета, существует тождественная единица. Очевидно. b. Дальше. Какое условие у нас? Симметрия. Действительно. Симметрия. Что нам говорит симметрия? Если я знаю, что ф от х эквивалентно ж от х при х, стремящемся к х0, то что? g от х эквивалентно f от х. При х, стремящемся к х0. Откуда это следует? Смотрите, господа, очень просто. Если f от х эквивалентно g от х, значит у меня существует тета. Отсюда следует, что существует тета такая, что предел тета от х равен единице. Правда же? И при этом f от х равно тета от х на g от х. Окей? Но тогда, если предел тета равен единице, значит в некоторой окрестности она не обращается в ноль. Если она не обращается в ноль, то я определю тета с волной от х, это есть единичка на тета от х. Для тех точек, где тета от х не равно нулю, и просто единица, если тета от х равно нулю. Но в малой окрестности она не равна нулю, то есть есть целая маленькая окрестность, потому что пределы равен единице. Значит это если тета от х не равно нулю. И что я вижу? Что тогда у меня предел тета с волной от х тоже равен единице. Следует на предел тета с волной от х при х, стремящемся к х0 равен единице. И при этом тогда, и при этом g от х будет равно чему? Тета с волной от х на f от х. Для всех х с дельта проколотой окрестности. Ну и все, мне это и надо. Все, я победил. Окей? Смотрите, насколько наше определение более выгодно. Если бы мы пользовались определением вот тем вот, предел дроби, мне бы надо было использовать, что f не равно нулю где-то, g не равно нулю где-то. А мне это не нужно на самом деле. Ну и наконец пункт В. Это транзитивность. Если f от х у меня эквивалентна g от х при х, стремящемся к х0, и g от х эквивалентна h от х при х, стремящемся к х0, то я утверждаю, что тогда отсюда f от х эквивалентна h от х при х, стремящемся к х0. Правда же? Давайте это докажем. Ну очень просто. Если f эквивалентна g, значит у меня существует θ1 от х. Такая, что у меня, у нее предел единицы, и при этом f от х равен θ1 от х на g от х. Правда же? И поскольку g эквивалентна h, отсюда следует, что у меня существует θ2 от х. Такая, что у меня g от х, это есть θ2 от х на h от х. И при этом у меня предел θ1 единичка и предел θ2 от х. Значит, предел θ1 от х при х, стремящемся к х0, равен предел θ2 от х при х, стремящемся к х0 и равен единиц. Чудесно. Ну тогда я что скажу? Возьму θ1, равную их произведению, θ1 и θ2. Следовательно, значит, я определю θ1 от х, равное произведению, θ1 от х, θ2 от х, всех х из проколотой, значит, по определению я тогда, да, по определению, дельта 0, окрестности точки х0. Ну и все тогда. Это то, что нужно. Потому что предел θ1 от х получается равен единичке. Предел θ1 от х при х, стремящемся к х0, равен единице. Это во-первых. Ну а во-вторых, f от х, это есть не что иное, как θ2 от х на h от х при всех х. Из проколотой дельта 0 окрестности точки х0. Ну отсюда следует, что тогда f эквивалент на h. Все, что и требовалось. Таким образом, это действительно отношение эквивалентности на множестве функций. То есть, здесь неспроста использован этот значок, и неспроста это названо именно эквивалентностью функций. Хорошо, давайте простейшие свойства и примеры сразу приведем. Ну давайте, наверное, с примеров начнем. Кстати говоря, на физике вам иногда вот такой значок и используют, да. То есть, они иногда говорят, ну там, про математический маятник. Синус х примерно х пишут, да, при малых углах. А что это означает? Это ровно вот это означает. Что синус х эквивалентен ху. А это откуда следует? Первый замечательный предел, правда же? Значит, поехали. Примеры. Значит, пример первый. Синус х эквивалентен х при х куда? Так точно. Косинус х эквивалентен кому при х, стремящемся к нулю? Единица. Единица это имеется в виду не число 1, а функция тождественно равна единице. Третья. Тангент х эквивалентен чему при х, стремящемся к нулю? Единица. Арксинус х. Ой, сори, сори. Тангент х эквивалентен х, конечно, конечно, конечно. Сори. А, арксинус х. Да не вроде, а точно. Хорошо. А как это доказать? А надо редуцировать арксинус х на х к первому замечательному пределу за счет замены переменной. Окей? Тогда х у вас будет синус у. Ну, понятно, да? И редуцируйте к первому замечательному. На семинарах вам должны были это рассказать. То, что предел арксинус х на х равен единице. Хорошо. Дальше. Е в степени х чему эквивалентен? 1 плюс х. Ох ты. Все-таки слушали, да? То, что было на прошлой лекции. Только что. Вот. Ну, а что? Обычно в одно ухо влетело, в другое вылетело. ЛН 1 плюс х. В нуле. Да. Так, ну что еще тут интересного можно сделать? Ну, хватит, наверное, таких примерчиков. Какие свойства есть эквивалентности? Свойства. Ну, смотрите. Если у вас Па-па-па-пам Произведение взять, да? Если f1 эквивалентно g1 Значит, пусть у вас какая-то есть x0 точка Дельта 0 больше 0 Ну и есть у вас функции f1 Я так немножко грубо напишу f1, f2, g1, g2 Вообще так не пишите То есть, по идее, надо каждую функцию отдельно писать У него область определения, область значений А я вот так через запятую перечислю Для экономии записи То есть, есть четыре функции И пусть я знаю, что у меня f1 Эквивалентно g1 И пусть я знаю, что у меня f2 эквивалентно g2 Значит, пусть вот это так, да? Тогда Произведение f1 На f2 Что про него можно сказать? Да, эквивалентно g1 на g2 Это правда Ну, а если дополнительно потребовать Что там, допустим, f2 не равно нулю Ну, да, здесь не забываем ставить запятую, господа Потому что Какая вещь чаще всего Лично меня раздражает при проверке письменных работ Когда вы будете там использовать формулу Тейлора С остаточными членами Там в форме пиано, лагранжа Там в пиано будут о маленькие Ну и в принципе при замене на эквивалентные Обычно люди ленятся ставить запятую Писать при их стремящемся к нулю И просто ставят вот этот значок эквивалентности Что выглядит абсолютно бредово Потому что нет понятия просто эквивалентности функций Это всегда имеется в виду эквивалентность В сколь угодно малой окрестности какой-то точки Когда вы ставите запятую И пишите экстремистик x0 Вы тем самым демонстрируете Что вы понимаете в окрестности какой-то точки Эквивалентность работает Окей? Если вы это не пишете То вы тем самым показываете непонимание процесса Хорошо Значит, если же дополнительно Дополнительно f2 от x не равно нулю И g2 от x не равно нулю Для всех x То Тогда у меня f1 поделить на f2 будет эквивалентно g1 на g2 При x стремящемся к нулю Ой, x к x0 Чего? Ну да, да, понял Вопрос понял, да Тогда с f2 Ну хорошо Не то что отбросить Оно следует из f2 Да, вы это имеете в виду Вот Но от того, что мы это дописали Ну да Но ошибку мы не сделали По крайней мере Ну давайте Я докажу Для произведения Для частного Сами докажете Там все элементарно Ну опять же Здесь понятно, что происходит Значит, если у меня f1 от x Эквивалентно g1 от x При x стремящемся к x0 То значит, что у меня есть функция Тета1 От x Такая, что f1 от x Равно тета1 На g от x Для всех x Из окрестности Да С проколотой Дельта 0 Окрестности Точке x0 И предел Тета А1 от x Равен Единичке При x стремящемся К x0 Давайте я теперь Сделаю вот так f и g и Тета и f и Тета и g и Тета и И равно 1,2 Ну отсюда сразу мы получаем Что если я возьму функцию Тета от x Равную тета1 Умножить на тета2 То у него предел Единичка Предел тета от x При x стремящемся к x0 Равен 1 И при этом у меня f1 на f2 Это у меня будет как раз Тета от x Умножить на g1 от x На g2 от x Для всех x Из окрестности Для частного Аналогично Значит Для частного Рассуждения Аналогично Все Конец Ну смотрите А что ж такое-то Я вам для произведения Написал Для частного Написал А для суммы разности Не работает К сожалению Очень важное замечание Мы сразу делаем Если у меня f1 эквивалентно g1 и f2 Эквивалентно g2 То отсюда Вообще говоря Не следует Что для суммы Это верно Или для разности Замечание Если f1 От x Эквивалентно g1 От x При x Стремящемся к x0 А f2 От x Эквивалентно g2 От x При x Стремящемся к x0 То это не означает То отсюда Не следует Что f1 От x Плюс-минус f2 От x Эквивалентен g1 От x Плюс-минус g2 От x Контрпример Смотрите Можно взять Такую штуку x Эквивалентен x Плюс x Квадрат Ну или Сейчас Давайте По-другому Ну да Ну да x3 Плюс x Вот так Давайте x3 Плюс x Эквивалентно x Плюс x Квадрат При x Стремящемся К нулю Я думаю Это не вызывает Семнений На другой Стороны Я могу сказать Что у меня x эквивалентен Самому себе При x Стремящемся К нулю Ну а теперь Мы их вычтем То есть Вот это у меня Будет f1 Это у меня Будет g1 Это у меня Будет f2 А это у меня Будет g2 Ну и что я Вижу Если я Вычтем Значит Вычтем Одно из другого Здесь Что получится x3 А здесь Получится x2 А x3 Уже не эквивалентен x2 При x Стремящемся К нулю Ну вот Собственно И все Понятно Да Теперь В чем мораль Вот эти Все замены На эквивалентность Позволяют Считать Очень быстро Какие-то Ложные пределы Да 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 Ну как Почему Смотрите Вы можете x3 Как реализовать x вынести Это будет 1 плюс x квадрат Это функция Которая предел Единиц Ну хорошо Давайте даже так Проще скажем Здесь они Не равны нулю В проколотой Окрестности Икса Поделите Одно на другое Предел Единиц Я же сказал Что если Выполнено Вот это Более строгое Ну в смысле Не более строгое А более ограничительное Определение Из книжек То мое тоже Выполнено А здесь Выполнено Как раз Даже из книжек Вот это Определение Хорошо Хорошо Теперь Что еще Можно Такого Интересного Сказать Что еще Нам можно Интересного Сказать Ну да Сложные Вот это Замена на Эквивалентность Позволяет Считать Сложные Пределы Замена На Эквивалентность Позволяет Относительно Легко Вычислять Пределы Ну допустим Вам Потребовался Посчитать Такой Предел Давайте Что-нибудь Наворочу Сюда Вот такая Вот штука На первый взгляд Кажется Очень сложная А сейчас Мы за счет Замены На Эквивалентность Мы поймем Почему Эквивалентна Эта функция Просто Да То есть Е в степени Вот этот Большой крокодил Назовем Его Ф от Х Ф от Х Пользуясь Вот этими Теоремами О произведении Частного Эквивалентен Чему Поехали Х На Х Квадрат А здесь Что Будет Х Квадрат И Х То есть Единица То есть Эта функция Тождественная Эквивалентна Единица Ну и Тогда У нее Предел Единицы Справедлив Даже Более Такой Более Общий Принцип Смотрите Общий Принцип Я Здесь Его На самом деле Использовал Неявно Но Давайте Я Сформулирую Как Теорему Чтобы Это Вам Упрощало Жизнь При Вычислении Пределов Принцип Заключается Следующим Что Если У вас Какой-то Проколот Окрестности За Одной Функции Эквивалентны Значит Ну Давайте Лемма Для Теоремы Это Слишком Громко Пусть У меня Дельта Ноль Какой-то Больше Нуля Икс Ноль Это Элементы Зарасширенной Числовой Прямой Пусть Заданы Две Функции И пусть Я знаю Что они Эквивалентны Тогда Существование Существование они равны то есть либо оба честь они числу равны либо оба неравны плюс или минус бесконечности либо просто без камень существует в смысле р с чертой давать так существует смысл ер что существование я имею ввиду в смысле с чертой если они если они существуют и если они оба существуют они равны оба существуют то они равны но это по это почти очевидная вещь то есть как бы я это даже доказывать не хочу то есть вы же понимаете что давайте пару в пару раз скажу про доказательства и пойдем дальше или лав давайте все-таки в качестве упражнения оставим там совсем просто вы записываете фатырцы тот это от x на предел это существует значит если есть предел правая часть то есть предел лево если есть предел левый делите на эту тату получать что есть предел правой вы так далее с бесконечностями там тоже надо отдельно посмотреть и общем ничего ничего сложного ну то есть поэтому они эквивалентны понимаете они эквивалентны с той точки зрения что они не не вносят никакую поправку вычисления предела то есть если вы в пределе замените все функции на эквивалентные то значение этого предела у вас как бы не не поменяется ну конечно при условии что у вас какая-то простая конфигурация там стоит как дробь какая-то там еще что хорошо едем дальше о маленькое определение о малого так и говорится о малая то есть не надо думать что это какой-то там неправильный термин даже англоязычной литературе это общепринято small all так они говорят а еще есть о большое big all да о малое значит пусть у вас некоторые окрестности опять же заданы две функции f и g определены в некоторые проколоты дельта 0 окрестности точки x 0 из расширенной числовой прямой говорят что вот сейчас ребят слушайте внимательно потому что вот как показывает моя практика уже не одного года народ это не сразу въезжает что здесь происходит хотя штука крайне простая то есть ничего здесь сложного нет надо просто внимательно послушать говорят что f является бесконечно малой функцией по сравнению с же по сравнению с же при x стремящемся к x 0 и записывается это и записывается f от x равно о маленькая от от x вот так вот то есть про ставите буковку о в скобочках же от x при x стремящемся к x 0 опять же я скажу чуть чуть не стандартно не как в книжке если существует функция епсилон от x значит существует функция епсилон определенная вот в этой проколоты дельта 0 окрестности x 0 принимающих числовые значения такая что выполнены два условия первое епсилон от x стремится к нулю при их стремящемся к x 0 ну и второе f от x равен епсилон от x ножа от x для всех x принадлежащих проколотой дельта 0 окрестности точки x 0 как в большинстве книжек пишется в большинстве книжек пишется просто существует предел частного равный нулю понятно да то есть мое определение отличается только тем что я нет не должен требовать что же не равно нулю вот и все то есть понятно да что если существует предел частного равный 0 тогда это частное то и есть ваше это епсилон а я как бы делаю чуть чуть больше более общее определение я разрешаю же принимать нулевые значения вот и все теперь смотрите наибольшую трудность представляет вот эта запись f от x равно почему наибольшую трудность потому что о маленькая g от x это не одна функция понимать то есть вот это запись через равенство означает принадлежность f принадлежит классу функции для которых вот это выполнено да то есть строго говоря о маленькой g от x это не одна какая-то функция но представьте себе вот сейчас я пример приведу конкретный будет понятно что я имею ввиду то есть почему вот эта тема вызывает обычно сложности потому что это равенство она как бы необратимо то сего нельзя записывать наоборот то есть вот это равенство необратимо равенство необратимо то есть нельзя писать о малая g от x но f от x потому что что это не индивидуально взятая функция не индивидуально взятая функция это целый класс функции смотрите это целый класс функции о маленькая то есть правильно было бы читать так f от x принадлежит классу о маленьких если выполнена этот ну действительно смотрите x квадрат есть о маленькая от x при x стремящемся к нулю почему потому что x квадрат можно представить в виде чего x умножить на x и это x это есть и апселон окей с другой стороны смотрите x кубе тоже есть у маленькая от x при x стремящемся к нулю то есть как только есть представление в виде какого-то и псилон умножить все я ее сразу записываю его маленько но отсюда же не следует что x квадрат равно x кубе правда же поэтому я и говорю что это равенство необратимо то есть на самом деле функция как бы принадлежит этому классу если она представима в таком виде понятно вот эта разница хорошо давайте сделать такое элементарное наблюдение сразу лима пусть у меня опять две функции заданы сейчас значит что я хочу я хочу чтобы у меня было ну да да значит пусть f же заданы в некоторые проколоты дельта 0 окрестности точки x 0 принимают числовые значения тогда если у меня f от x эквивалентно же от x то разность f от x минус g от x есть о маленькая от g от x при x стремящемся к x 0 и наоборот ну то есть это равносильно просто доказательство но действительно смотрите f от x эквивалентно же от x значит существует это задная проколоты дельта окрестности x 0 r такая что это от x стремится к единичке при стремящемся к x 0 и при этом f от x равно тета от x на же от x при всех но чему это равносильно тогда это равносильно тому что f от x минус g от x это что будет такое это будет это от x минус 1 умножить на же от x правда же ну это равносильно тому что если я объявлю и псалат x равна тета от x минус 1 то она будет стремиться к нулю при их стремящемся как с но то есть в одну сторону если у вас известный эквивалентность тогда я объявляю эпсилоном тета минус 1 в обратную сторону если вам известен эпсилон то объявляйте тета это 1 плюс эпсилон от x и все вопросы ну и отсюда сразу что получается у нас отсюда получается запись значит но здесь как бы все доказано просто из определения очевидно значит что отсюда сразу у нас следует помните мы примеры эти писали значит давайте мы еще раз пропишем примеры примеры тогда у меня получается x плюсом синус x плюсом алая от x при их стремящемся к нулю второе осинус x есть один плюсом алая от x при их стремящемся к нулю третье арк синус x равен x плюсом алая от x при их стремящемся к нулю четвертое тангенс x то есть x плюсом алая от x при их стремящемся к нулю ну и так далее понятный принцип до 5 логарифм 1 плюс x и то есть x плюсом алая от x при стремящемся к нулю то есть что мы на самом деле с вами сейчас сделали чуть-чуть забегая вперед я могу сказать что мы получили разложение по формуле тейлора до первого порядка малости хорошо ну и наконец последнее что по этому параграфу остается этого большое и называется эта функция ограничена относительно другой функции опять же это целый класс функций то есть эти равенства они тоже необратимы так же как и вот эти были давайте по определению пусть у меня опять две функции заданы в некоторые окрестности пусть уже заданы в некоторые проколотые дельта 0 окрестности x0 принимают числовые значения будем говорить что будем говорить что f ограничено относительно же относительно же в окрестности точки x0 точке x0 если существует константа c больше нуля такая что модуль f от x меньше либо равен c на модуль g от x ну давайте так скажем существует c больше нуля существует дельта от нуля до дельта 0 вот так вот давайте такое что выполнено вот это неравенство для всех x принадлежащих уже проколотой дельта а не дельта 0 крест понятно да вопрос на миллион долларов вопрос ограничено относительно ограничено относительно же в окрестности точки x0 вопрос если f от x эквивалентен g от x при x стремящемся к x0 верно ли что f от x есть о большое да сусоре ограничено и записывать извините ограничено относительно же в окрестности x0 и записывать это и записывается это так f от x равно о большое от же от x при x стремящемся к так вот пусть я знаю что они эквивалентно верно ли что f от x есть о большое от же от x ну конечно да откуда это следует но если у вас f от x есть произведение тета ножей предел тета равен единице есть предел тета равен единице значит начиная с какого-то x она ограничена двойкой хотя бы по модулю правда значит ответ да конечно поскольку предел тета равен единице значит это от x ограничено в некоторой окрестности ну и давайте теперь напишу табличку свойств которые я доказывать не буду они все из определений следует мы пойдем дальше на производные я вам порекомендую просто посмотреть на определение убедиться что это все очевидно насчет свойства о малых о больших давайте я здесь себе позволю немножко свульгарничать и не писать что там x куда-то стремится вообще буду аргумент на него забью просто чтобы короче запись была смотрите о малая от f плюс минус о малая от от что это будет помалая т и будет значит как это надо равенство интерпретировать это означает берете любую функцию из этого класса прибавляете ли вычитайте любую функцию из этого класс и получаете опять же функции за этого класса понятно да то есть это означает что вот эти здесь классы функции здесь классы любого представителя из этого класса берете получаете опять значит о маленькая т.ф. умножить на маленькая т.ф. тоже маленькая т.ф. теперь о большой а т.ф. плюс минус о большой а т.ф. о большой а т.ф. четвертое о маленькая умножить на о большое и быть о маленькая будет да вот о маленькая теперь 5 если о маленькая я прибавлю или вы что большое кто будет по большое конечно да ну и так далее там этих свойств их целый пароход в общем но они вот такие вот все однотипные если вы принцип поняли если вы откроете книжку иванова там их штук 10-12 выписаны вот но они все вот примерно вот в таком стиле там еще какие вариации может быть о большой умножить на большое потом еще могут быть такие такие вещи как скажем о маленькая т.ф. но маленькая дж этого маленькая т.ф. на же такие еще ну и так далее до чего это вдруг а окей окей понятно да 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 ссори 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 давайте вот так сделаем производная функции в точке понятие дифференцируемости ну или давайте так дифференциал еще дифференциал ну и дифференцируемость в принципе дифференцируемость вот эти три концепции мы сейчас с вами будем обсуждать ну здесь можно по-разному к этому подходить можно начинать дифференцируемости потом воде дифференциал потом производлю ну давайте я пойду по классическому пути не буду здесь какие-то новшества вводить в виду такое стандартное определение пусть функция определена в некоторые уже окрестности здесь выкалывать ничего не надо x 0 это . конечно же x 0 это . не производные в бесконечно удаленной точке мы считать с вами не будем хотя когда вы придете на твкп вас научат но пока что у нас x 0 это число и какой-то дельта 0 больше нуля да и вот у меня функция задана в некоторые дельта окрестность то есть пожалуйста когда будете отвечать на экзамене не надо сразу мне чет про предел писать сначала вы всегда требуете что функция где-то задана в данном случае она задана даже не в проколотой а в полноценной окрестности тогда производной производной функции f точке x0 называется предел f от x минус f от x0 делить на x минус x0 при x стремящемся к x0 понимаемый в смысле r с чертой вот бесконечный без знака производной тоже можно в принципе вводить но смысла большого в этом нет а вот то есть если этот предел существует ну то есть правильно будет так сказать если этот предел существует то мы его называем производный окей если же его не не существует то мы говорим что нету так понятно да то есть еще раз чтобы меня неверно там не интерпретировали потом и в суе не упоминали я это проговорил значит если предел существует то этот предел в раз чертой и если он существует я его называю производный если он нет не существует я говорю что нету производ хорошо мысли не по функции определенного окрестности но предел то вы конечно берете по проколоты поэтому здесь знаменатель в 0 не обращается и еще мы дадим вот такое определение что что такое секущая да для для графика функции прямая значит пусть у меня опять x0 это какая-то . дельта больше 0 дельта 0 и пусть у меня есть точки x0 x0 плюс h который принадлежат вот это дельта 0 окрестность точки x0 тогда секущей секущей называется прямая проходящая но обычно говорят секущая проходящая через какой-то точке через какие-то точки но вот под секущей понимается просто произвольная прямая которая проходит через вот точки такого вида проходящая через точки с координатами x0 f от x0 на плоскости уже да и x0 плюс h f от x0 плюс h давайте картинку нарисуем для простоты восприятия значит вот здесь у меня x0 здесь у меня x0 плюс h и вот прямая проходящая через эти две точки как вы понимаете через две точки на плоскости про проходит единственная прямая в евклидовой геометрии здесь f от x0 здесь f от x0 плюс а ну при этом понятно как уравнение ты прямой выглядит до y секущей y секущей она зависит от его она зависит на самом деле от h формально но и от точки x0 то есть мы играем в игру вы мне даете точку и параметр h я вам провожу секущую соответственно то есть как выглядит это уравнение f от x0 плюс коэффициент наклона а какой коэффициент наклона f от x0 плюс h минус f от x0 h здесь не обязательно положительный у меня просто на рисунке он положительный но на самом деле он может быть отрицать на h вот ваш коэффициент наклона здесь получается x минус x0 то есть ну давайте хорошо вот я вот так вот в квадратных скобках напишу x0 h а потом в кругленьких от x вот привыкать такое обозначение бывает то есть квадратные скобки это как операторные скобки вот а это дальше уже аргумент то есть здесь два параметра если эти два параметра фиксированы то получается секущая как аргумента x так вот что мы видим если я начинаю аж варьировать да то есть менять у меня получается не одна секущая целое семейство секущих которые индексируются параметром h правда же если x0 зафиксирую аж начну менять у меня получается не одна секущая а их много вот такая секущая да там вот такая вот у них у меня целое семейство и тогда в некотором смысле можно ввести то есть я вас подвожу к чему геометрический смысл производной я не хочу это в теорему какую-то оформлять потому что здесь как бы на теорему не тянет это все то есть это такие если угодно рукомахание просто геометрический смысл производной обычно принято говорить что геометрический смысл производной это предельное положение секущей что это означает но это означает что если вы точку зафиксировали аж менять у вас получается семейство секущих чем они отличаются вот если аж вы меняете что у них отличие у них угол наклона меняется у этих секущих поэтому что значит предельное положение секущей то здесь можно конечно ввести вот этих предел семейства секущих там и так далее но я вам предлагаю этого не делать и просто как бы ограничиться интуитивным таким рассуждением что это предельный угол наклона вот что это геометрический смысл производной это предельное положение секущей предельное положение секущей положение секущей то есть прямая то есть прямая тангенс угла наклона который Тангенс угла наклона которой является пределом тангенсов углов наклонов секущих в зависимости от H. Тангенс — это геометрический смысл, это никакая не теорема, это интерпретация. Интерпретация для вашего сознания. Кто-то любит интерпретировать производную как мгновенную скорость, потому что где-то у вас машина едет побыстрее, где-то помедленнее. Усреднили — получили скорость. А потом вы начинаете этот отрезок брать меньше и меньше и смотреть среднюю скорость на все меньшем и меньшем отрезке. И тогда эта скорость начинает эволюционировать. В зависимости от малости отрезка средняя скорость поплыла. И вот куда она плывет в пределе, это называется мгновенная скорость. То есть вы же уже продвинутые, вы знаете предельный переход, аккуратненький. То есть я помню, когда, допустим, я был ребенком в седьмом-восьмом классе, в школе учился, мне говорили, вот мгновенная скорость. Я понять никак не мог, думаю, ну как же так, что я на ноль что ли поделил, что значит, как это сознание не может же представить, что была секунда, все, раз уже целый континуум этот секунд между ними в следующий миг. Да, то есть что значит мгновенная какая, какой-то, нет уже следующего момента времени после вот этого сразу, да. Но это потому что не надо так дословно воспринимать, это предел. Вы же знаете уже, что такое предел. Так пишите, для любого эпсиум, бла-бла-бла. Вот здесь обычный предел стоит, обыкновенный, который мы с вами уже подробно изучили. Вот. Хорошо. Хорошо. Теперь, это мы с вами проговорили про геометрический смысл, физический смысл, мгновенная скорость. И теперь давайте мы дадим понятие такое, как дифференцируемость, собственно говоря, определение. Пусть функция задана опять в какой-то окрестности. Будем говорить, что f дифференцируемо в точке х0. Если найдется число а больше, ой, число а, такое, что f от х равно f от х0 плюс а на х минус х0. плюс о маленькая от х минус х0 при х, стремящемся к х0. Понятно, да? То есть, что это означает на языке математики? Функция называется дифференцируемой. Если ее можно представить в виде линейной функции, вот видите, линейная функция f от х0 плюс а на х минус х0. И плюс поправка. И вот эта поправка является бесконечно малой более высокого порядка по сравнению с линейной. Очень простая физическая интерпретация. Вы что-то когда измеряете, вы же график всегда спрямлять пытаетесь, правда же? И вы его всегда спрямляетесь с какой-то ошибкой. Вот эта ошибка. Вот это о маленькая от х минус х0, это и есть ваша ошибка. Чем точнее вы померите, тем ошибка меньше, правда же? То есть, у вас есть линейная аппроксимация. Вот это называется линейная аппроксимация плюс поправка. Логично, что поправка должна быть как бы меньше, чем основной вклад, да? То есть, на практике у вас так всегда и бывает, потому что то, что вы на практике мерите, это, как правило, функции хорошие. Они гладкие. Гладкие, значит, дифференцируемые всюду. Поэтому вы имеете право их спрямлять. Потому что вот эта ошибка, она в малых окрестностях оказывается гораздо меньше, чем вот этот вклад. А если бы вы на физике работали с недифференцируемыми какими-то законами зависимости, да? То вы бы никогда эти графики не спрямили, понимаете? Потому что у вас поправка была бы соизмерима с вашим измерением. То есть, погрешность измерения была бы соизмерима. И вы бы получали черти что. Понятно, да? То есть, тот факт, что вы можете графики где-то спрямлять на физике, это как раз заслуга того, что функции, с которыми вы работаете, они дифференцируемы. Окей, да? Ну, так вот, возникает вопрос, как связаны производная и понятие дифференцируемости? Ну, напрямую. Посмотрите сюда. Какие-то предельные положения линейных законов. И здесь тоже стоит какой-то линейный закон и плюсом маленькое, которое намекает на предел. Правда же? Ну, так и получается, что функции дифференцируемы тогда и только тогда, когда у нее есть конечная производная. Давайте это докажем. Это у нас теорема будет. Хотя она очень простая, но, знаете, бывают утверждения, которые ценны своей формулировкой, а не доказательством. То есть, в математике бывают рассуждения двух типов, которые крайне просто формулируются, но очень сложно доказываются. А бывают рассуждения, которые формулируются-то не очень вроде просто, но вот эта сама формулировка, она ценна. Вот это здесь как раз такой случай. То есть, теорема функция F определенная в дельта 0 окрестности в точке X0 дифференцируема в точке X0 тогда и только тогда, когда существует конечная производная. А, сори, я же вам, господи-то, не сказал, как производная обозначается. Вот эта штука, значит, обозначение по определенной F' от X0 по определению. Либо же пишется это вот так. DF по DX в точке X0. Окей. Кому как больше нравится. Не ошибка. Значит, тогда и только тогда, когда F' в точке X0 это число. При этом вот эта производная, она и равна вот этому числу А. При этом А равно F' от X0. Доказательство очень простое. Дифференцируема по определению означает следующее. Дифференцируема равносильно, что F от X можно представить в виде F от X0 плюс А на X минус X0 плюс О мало. А давайте мы его малое подробно распишем. Это означает, что это есть какой-то Epsilon от X на X минус X0. Это равенство справедливо в окрестности. Для любого X, принадлежащий к дельта 0 окрестности точки X0. И при этом Epsilon от X стремится к 0 при X, стремящемся к X0. Записали. Чудесно. Но тогда группируем слагаемое. Равносильно это чему? Что F от X минус F от X0 поделить на X минус X0 равно А плюс Epsilon от X. Правда же? Согласны? А Epsilon от X стремится к 0, я напоминаю. Ну а это равносильно тому, что... Да, при этом Epsilon от X стремится к 0 при X, стремящемся к X0. Ну а это равносильно тому, что существует предел... Значит, я просто в равенстве могу перейти к пределу. Предел правой части есть? А. Предел левой части есть? Есть. И по определению мы его называли производной. Значит, существует предел F от X минус F от X0. На X минус X0 при X, стремящемся к X0, равен А. Все. Что и требовалось. То есть мы сразу двух зайцев убили. Мы доказали, что дифференцируемость равносильно существованию конечной производной. Да? Ведь А у меня число. Дифференцируемость равносильно чему? Что есть А число такое, что дает вот это представление. Ну и все. Вот эта вот линейная функция называется дифференциалом функции F в точке X0. Значит, если функция дифференцируема определением... Пусть F дифференцируема в точке X0. Тогда дифференциалом F в точке X0 называется функция DF. DF, она обозначается вот так, да? DF X0 от X, равная... Ну, на самом деле ее пишут вот так. Сейчас я вам объясню. Давайте вот так. От H ее пишут обычно. Это у меня получается вот такая штука. Это F' от X0 на H. Вот что такое дифференциал на самом деле. То есть это вот эта главная линейная часть у линейной функции. То есть вот этот F от X0 обычно откидывают. А вот дифференциал сам он вот такой. Я внизу поставил специальный X0, чтобы для вас подчеркнуть, что все-таки здесь важно, что вот вы X0 поймали, зафиксировали. И тогда это становится функцией H. Но, но, на практике, на практике обычно используется обозначение... На практике обычно используют обозначение... Вот такое дифференциал F пишут наоборот от X0 и записывают это вот так. F' от X0, DX. То есть на самом деле от X и от DX. Что такое DX? Вот давайте я сейчас ваше внимание обращу. DX это никакое не бесконечно малое приращение. Чтоб я этого не слышал. Значит, DX это просто H. Это обычное приращение, понимаете? Ну, записывают его вот так. Исторически так сложилось. Вы можете здесь ΔX написать. Пожалуйста. То есть дифференциал, еще раз, это линейный кусок. Вот этот линейный кусок с коэффициентом, углом наклона, вот таким. И формально он зависит от двух аргументов. Какой? Первый аргумент определяет вам точку приложения. Знаете, как вот у силы есть точка приложения, есть направление. Так и здесь. У дифференциала есть точка приложения, вот она, X0. А дальше аргумент его. То есть он как вдоль прямой ездит. Вот этот DX это вот тот параметр, который заставляет бегать вот этот дифференциал. Понятно, да? То есть формально у него два аргумента. Просто обычно точка фиксируется, а DX меняется. Поэтому на этот X0 иногда забивают. И просто пишут DF там равно вот этому. Понятно, да? Хорошо. Теперь, что еще важно сказать? Вопрос на миллион долларов, который обычно задают, чтобы поставить двойку на экзамен. Ну, то есть, когда человек уже вот вообще ничего не знает. И обычно в таких ситуациях начинаются вот эти слезные просьбы. Ну, спросите меня что-нибудь. Ну, экзаменатор говорит, ну, хорошо. И достает вот этот вопрос. В надежде, что, ну, господи, скорее бы он не ответил, и уже точно с двойкой с чистой совестью пойдет. Вот. Как связаны условия? Как связаны условия? Значит, вопрос. Первое. F дифференцируема в точке X0? Второе. F непрерывно в точке X0? Что из чего следует, что из чего и не следует? Конечно, да. То есть, первое заведомо сильнее. То есть, первое говорит вам не просто о непрерывности, а она говорит, что функция почти линейная. Это намного сильнее. То есть, она говорит, что есть линейный кусок, который заведомо непрерывен. И плюс еще поправок бесконечно малого порядка меньше, чем он. То есть, из первого следует, конечно же, второе. Действительно. 1 равносильно тому, что существует A из R, такой, что F от X равен F от X0 плюс A на X минус X0 плюс Epsilon от X на X минус X0 в некоторой окрестности. Но вот это стремится к нулю при X стремящемся к X0, линейный кусок. Ну, а этот и подавно. Ну, все. Отсюда следует, что F от X стремится к F от X0. А это и есть непрерывность. Следовательно, 2. А из 2 не следует 1. Из 2 не следует 1. Почему? Потому что дифференцируемость равносильно существованию конечной производной. Действительно. Действительно. Дифференцируемость, как мы только что увидели, равносильно существованию конечной производной. Следовательно, достаточно предъявить функцию непрерывную в точке, но не имеющую в этой точке конечной производной. но не имеющую в ней конечной производной. Ну, и самый хрестоматийный пример, который приводится, такой. F от X равно модуль X. Непрерывно в каждой точке. Непрерывно в каждой точке. Но в нуле не имеет производной. Вообще никакой. Ни конечной, ни бесконечной. Почему это так? Ну, давайте это увидим. Таким образом, я надеюсь, что все, кто сегодня присутствует на лекции, на этот вопрос уж точно ответят. Ну, действительно, смотрите. Возьмем F' от нуля. Что это такое? Это будет предел F от X минус F от нуля поделить на X при X, стремящемся к нулю. Смотрим. Значение в точке X, модуль X. Вычесть. Значение в нуле сколько? Ноль. Делим на X. Получается кто? Сигнум X. Конечно, я делю в проколотой окрестности. Естественно, предел берется по проколотой окрестности. А сигнум X не имеет предела. Не существует предела сигнум X при X, стремящемся к нулю. Никакого. Ни конечного, ни бесконечного. Какого рода разрыв у сигнума? Первого рода, конечно. Так, ну что, на этой замечательной ноте мы сегодня завершаем. Продолжение следует...